Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. И сегодня мы поговорим о самозанятых. Дело в том, что, к примеру, столица опубликовала статистику, вот по данным московским, число самозанятых в нашей Первопрестольной достигло 650 тысяч человек. То есть, согласно этой информации, это четверть от всех самозанятых по всей нашей огромной родине. Представляете, какие успехи в Москве семейными шагами. Как обстоят дело у нас в Тверской области? Напомню, ведь год назад как раз вели этот режим самозанятых. Сколько у нас, как мы выглядим на фоне других регионов, что думают сами самозанятые, представители так или иначе структур, связанных с бизнесом, об этом институте самозанятых. Ведь можно уж какие-то итоги подвести. Вот эти предварительные итоги мы сегодня и подведем в эфире нашей программы «Тема дня». А вы, кстати, можете нам звонить по телефону 300-190. Может быть, кто-то из вас самозанятый, кто-то думает. Можете спросить, к примеру, у гостей. Вот у нас девушка есть, которая является самозанятой. Стоит, не стоит. Может быть, у вас какие-то есть вопросы, как это сделать. И это вы можете получить прямые ответы из уст наших спикеров. Хочу их как раз представить. Это Александр Белешев, начальник нашего, руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы. Добрый день. Добрый день. Это Антон Стамплевский, бизнес-амбудсмен, тоже всем известная личность по нашей Тверской области. Антон, добрый день. Это Владимир Андреев, в РИО генерального директора Центра мой бизнес. Добрый день. И как раз вот барышня одна у нас среди мужчин сегодня, которая является самозанятой, это Юлия Смирнова. И она расскажет, в том числе, чуть попозже, о том, чем, собственно говоря, она сама дома, а может быть, не дома занимается. Юлия, добрый день. Здравствуйте. Ну что же, тем не менее, готовьте ваш вопрос. Еще раз говорю, у вас есть отличная возможность, вот, к примеру, по налогообложению, вот, Александр Белешев вам может напрямую рекоментировать, ответить на ваш вопрос. Представляете, какая уникальная возможность сам начальник управления на ваш личный вопрос будет отвечать. Так что звоните, не стесняйтесь. Ну что же, Александр, вот как раз к вам первый вопрос. Вот год назад был введен, у нас тоже мы общались, как раз год назад, таким же летом. Вот, скажите, что сейчас можно сказать, каковы промежуточные итоги, касаемо Тверской области? Ну, что касается промежуточных итогов, у нас порядка 12,5 тысяч уже работающих самозанятых, которые не просто зарегистрировались, а действуют в настоящий момент. Что касается показателей работы этих самозанятых, то уже более 1 миллиарда 300 миллионов дохода они получили. Это тот доход, который прошел через приложение «Мой налог», о котором, я думаю, мы сегодня будем о чем говорить. То приложение, без которого самозанятые, по сути, работать не могут. У нас сохраняется достаточно хорошая тенденция по количеству зарегистрированных самозанятых ежедневно, порядка 33 человек регистрируются. Ну и уже достаточно весомые суммы от самозанятых поступают в бюджетную систему. Уже около 30 миллионов поступило. Это при том, что у нас каждому вновь зарегистрированному самозанятому, то есть один раз при регистрации предоставляется вычет в размере 10 тысяч рублей, который уменьшает тот налог, который они уплачивают в бюджет. Поэтому, когда он выберется, соответственно, суммы будут увеличиваться к поступлению. Это, наверное, основные итоги. И еще бы хотел сказать о том, какие направления выбирают наши самозанятые. Мой налог построен таким образом, что не обязательно указывать у нас вид деятельности, которая осуществляется, и более половины у нас и не указывают этот вид деятельности. Те, которые указывают в основной массе, это перевозки грузов пассажиров, водители, репетиторы, лица, которые оказывают услуги маникюра, педикюра. Такая индустрия красоты, назовем ее. И сдача в аренду живой недвижимости, квартиры, дома. Это основная категория тех, кто показывает тот вид деятельности, которым он занимается. Интересно, а вот те самые, помните, когда только все это начиналось, считалось, что большой плац самозанятых, это всевозможные домашние кондитеры. Нет такого, как бы, лидеров по... Ну, опять-таки, мы исходим из общей статистики и только тех, кто показывает эту информацию. Да, да, вот об этом речь. Ну, вот я уже назвал эти категории. Безусловно, я думаю, присутствуют и кондитеры, но только, наверное... Не в лидерах. Кондитеры зарегистрировались после контроля мероприятий, что предшествовало внедрению проекта. Да, мы как-то предприниматель зарегистрировали уже ИП. А, вот так вот. У них, да, повышенные обязательства и нагрузки. Социалистические. Александр, сколько, значит, у нас в регионе 12? 12,5 тысяч. 12,5 тысяч. Это я просто так вас слушаю, сразу экстраполирую на Москву, как вот если у нас, к примеру, сколько в регионе населения, так вот, интересно, так вот, у нас в регионе сколько, миллион двести, да? Это меньше, чем в Москве, в десять раз. В Москве считается 12 миллионов жителей, мы не берем там всех остальных, и получается у нас, соответственно, 12 тысяч по области тоже. Каждый сотый? В десять раз. В смысле? Ну, просто вот, 650 тысяч это в Москве, а в Москве 12 миллионов жителей. Значит, у нас больше, удивительно. У нас в десять раз меньше, чем в Москве. В меньше, чем в Москве, но если мы численность сравним, то из миллиона двести у нас... Во-первых, давайте не забывать, что Москва в этом пилоте с 1 января 2019 года, то есть на полтора года раньше. Во-вторых, давайте не забывать, что у нас применение этого режима и регистрация на территории конкретного субъекта не привязывается к месту жительства. То есть, например, до 1 июля 2020 года, пока в Тверской области не было этого режима, житель Тверской области мог спокойно зарегистрироваться самозанятым и осуществлять деятельность на территории Москвы. После того, как в июле 2020 года ввели этот режим на территорию Тверской области, у нас есть факт, когда налогоплательщики поменяли, уже зарегистрированные к 1 июля ведущие деятельности на территории Москвы, они поменяли место ведения деятельности на Тверскую область. То есть, вернулись, скажем так, к своим корням. К корням. Скажите, а если сравнить с другими субъектами, ну, тоже, допустим, даже, наверное, нашего порядка, ну, Новгородчина, там, к примеру, или там, я не знаю, Смоленщина и так далее, Рязань, условно говоря, как мы выглядим? Пока у нас такой статистики нет, но мы при введении этого режима, если вспомните, наверное, год назад обсуждали, что на примере Калужской области, которая с 1 января 2019 года, то есть вместе с Москвой, с областью, с Татарстаном, это наиболее похоже на нас по экономическим характеристикам. Татарстаном, конечно, Тверская область, мягко говоря. Не-не, Калуга, Калуга, Калуга. Калуга, ну да, хотя, ну, считай, продвинуть тоже, и он там все прекрасно развивается. Ну, вот там по итогам календарного года применения режима где-то порядка 10 тысяч самозанятых было зарегистрировано. Тем не менее, я все-таки хотел бы обратить внимание, вот эти цифры, которые Роман назвал, получается, в Москве каждый 200-й самозанятый, а если удельный вес Тверской области, то каждый 100-й житель Тверской области стал самозанятым. С отношения к населению. Да, это отличный результат. Антон, ну, вот говоря об отличном результате, на тот взгляд, за счет чего мы достигли, в чем основные преимущества? Почему-то самозанятые поверили, что называется, государству. Помните, когда встречались год назад, были вот эти разговоры поверить, не поверить. Ну, это традиционный ментальность русского человека, что государству не очень доверяют, скажем так. А вот получается, мы только что, что называется, на цифрах посчитали, что очень даже активно идет процесс. Москва, Тверь и так далее. Почему, на нашем взгляд, в чем преимущество для самозанятых? Ну, сам закон дает эти дополнительные возможности, о которых Александр Геевич сказал. То есть, мне кажется, здесь главные преимущества не ставки, ну, скажем так, такие хорошие, выгодные ставки, а именно упрощение порядка ведения дел, снижение количества отчетности и взаимодействия со стороны управления Федеральной налоговой службы. То есть, чтобы доверие получить, его надо заслужить. И в течение прошлого полугода, да, скажем так, ну, мы подносили снаряды, а вот нас три сотрудники инспекции управления были, разжевывали, разъясняли очень многое, благодаря там вашей программе и другим возможностям информационным, что это такое. Чтобы каждый мог бы пощупать, посмотреть, сравнить, посчитать. Это очень важный момент. Вот сам, скажем так, этот специальный режим, налогово-профессиональный доход, он простой. Хотя, конечно, предприниматели, действующие предприниматели, они восприняли по-разному, да, появление конкурентов в своей среде, потому что самозанятые все-таки это еще не совсем предприниматели. И в этой связи, мне кажется, очень важно тоже не замещать предпринимателей самозанятыми, в том числе и там при реализации государственных программ, национальных проектов. Но то, что у нас такое количество, то, что люди поверили и стали легализовываться, это говорит о многом. Ну, и в первую очередь о том, что их никто не, скажем так, не заставлял, не прессовал в этом смысле, а им предоставили все возможности. Извиняюсь, меня мои коллеги заставляют прерваться, потому что вы должны уйти на рекламу, 3 минуты не переключайтесь. Готовьте вопрос, мы сегодня говорим о самозанятых. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня подводим первые итоги реализации такой программы, как «Самозанятые». Напомним, год назад в Тверской области, после ряда других субъектов, был тоже введен этот институт. И о том, что это дало, какие плюсы. Уже озвучили цифры, что у нас в регионе 12 тысяч самозанятых уже, это данные самые свежие. Хотя, я думаю, может быть, в эту минуту, вот секунду они вполне обновляются. Но известно, что большую помощь в ведении этого института самозанятых оказывает, известно, это уже давно благодаря нашему телеканалу «Центр мой бизнес». У нас как раз сегодня присутствует в Рио гендиректор этого центра Владимир Андреев. Владимир, скажите, вы какую лепту внесли, вносите, продолжаете вносить в дело популяризации института самозанятых? Мы провели изначально, когда в прошлом году вводился данный налоговый режим, как налоговый профессиональный доход, мы провели масштабную информационную кампанию. Мы провели очень много консультаций по данному режиму, потому что на тот момент людям надо было объяснять, чем этот режим отличается от режима индивидуального предпринимателя, в чем его преимущества. На тот момент поступало очень много вопросов, как зарегистрироваться, насколько данное приложение, как мой налог, работоспособно, как легко ли зарегистрироваться в нем. То есть приходилось, надо, мы вместе садились и проводили регистрацию того или иного самозанятого. Долго разговаривали, объясняли преимущества этого режима, о том, что нет отчетности, нет никаких взносов в фонды социального страхования, медицинские, фонд обязательного медицинского страхования, что тоже людей привлекало в этом налоговом режиме. Что, собственно говоря, тоже плюс для тех, кто не уверен в том, что будет ли или нет доход, смогут ли они позволить себе платить эти все обязательные взносы в течение года, порядка 40 тысяч рублей утекало. То есть все это, конечно, проводили, проводили круглые столы, приглашали представителей налоговой инспекции к себе в гости, в центр мой бизнес, где проводили прямые эфиры в том числе. Сейчас государство уделило особое внимание, это с этого года реализуется федеральный проект «Самозанятые», называется, в рамках него «Самозанятые» доступны образовательные мероприятия. Они могут, вот Юля посетил нас. Ни одно уже. Ни одно, да. Образовательные мероприятия. Буквально в июле мы закончили масштабную образовательную программу для самозанятых, в рамках которой мы рассматривали такие моменты, как найти идею, как эту идею оценить для бизнеса, насколько она реализуема, насколько она будет прибыльна и доходна. То есть к вам даже приходят люди, которые вообще еще не знают, а вот хочу, посоветуете, даже так вот. Да, даже так бывает. Приходят, говорят, мы хотим, не знаем, чем хотим. Хочу просто какой-то бизнес. Хочу какой-то бизнес, да. Вот как бы у меня есть идея, насколько она будет рабочая или не рабочая. А то есть с идеями все-таки приходят какие-нибудь. Есть, конечно, да, приходят с идеями и без идей. Хочу чем-то заняться, не знаю чем, хочу послушать, понять. Это нужно твоему росту, тебе будет хорошо, да, это потолки красить. Нет, ну почему, есть как бы общие принципы, да, по которым идею можно оценить, есть… Работа в команде помогает определять все очень хорошо. Воспользоваться чужимым… Они попадают, вот те, кто, скажем, не определился, думают в реестр поддержки, тем, кому поддержка оказывают. Сейчас же все регионы ведут. Физические лица сейчас не направляются в реестр. Говорят, я хочу… В реестр, который ведет налоговая инспекция, их там нет, да? Их там нет. Отдельно учитываются. Они отдельно учитываются, туда попадают только субъекты малого среднего предпринимательства, а физические лица к ним не относятся. Вот, что еще можно сказать? А вот интересно, а вот портрет среднего такого человека, который к вам приходил, пол, возраст, опять, какие идеи в массе превалируют? Как-то вы все-таки замечаете какой-то, может, даже чисто внутри себя уж какой-то вывод делал, статистику это ведете? Вы знаете, люди очень разные, какой-то выделить нельзя. Можно вот как от вчерашних школьников, которые вот буквально в июле вот были у нас на образовательном мероприятии. И парнишка решил заниматься скейтбордингом, ему стало это интересно, и он решил делать доски для катания скейтборда, даже так. То есть, очень ремесленное такое дело? Да, да, да. При этом много довольно-таки тех, кто оказывает образовательные услуги, то есть репетиторы, те, кто занимается изготовлением декора, каких-то предметов декора. Здесь хочу отметить, что у нас есть успешные кейсы по выводу на маркетплейсе, что, собственно говоря, тоже входит. А декор в какой обеспечении декор? Декор, подсвечники, какие-то вазы, предметы интерьера, какие-то рамки для фотографий, для картин. То есть, опять-таки, я верно понимаю, что большой процент у вас именно тех, кто что-то хочет делать руками. Да. Сейчас просто как принято считать, что бизнес, это что-то там за компьютером делаешь, сидя дома, там это блогерство, у нас все говорят, профессия, целая бизнес. Это да, это тоже свой класс. Да, то есть, ну, мне просто от вас очень приятно слышать, что приходят люди, которые хотят что-то сделать, что можно потрогать, и что-то физическое. Таких много, и желающих, и те, кто уже действительно это делает, что-то нет. Как бы пласт того, что, как вы говорите, компьютеры, SMM, продвижение, программисты, все это есть, но я не скажу, что это преобладающая статья. А самое оригинальное что-нибудь, можешь сказать, то, с чем пришел вы такой, ого? Не запомнился вам ничего такого оригинального. Ну, наверное, сейчас вот доски, скейтборд, мне кажется, вот это вот то, что вот первое, что приходит в голову. А правда он вам сказал, у вас такая ведь первая мысль, дружок, ну, это вот любому спортивному магазине, зачем? А здесь, наверное... Массипет изобретать в виде скейтбордовой доски. Мне кажется, что это вопрос такой уже становится уже, когда занимается кто-то профессионально, уже все делается под заказ, с теми или иными комплектующими. Поэтому, да, вопрос довольно такой тонкий, и своя ниша есть. Молодец, вот оригинально, оригинально. У нас на курсе была женщина с идеей строительства завода по переработке шин. Вообще, хочу сказать же, что женщина в декрете, это такая сила, что там не только маникюр приходит. Ну, а к тому, что она хотела делать какие-то кассеты, которые укладываются на детские площадки. Сейчас же при переработке шин очень большое количество продуктов. Это уже, наверное, не просто самозанятый, это уже приличный бизнес. Да, но, тем не менее, она пришла с проектом и защищала его. Ну, я так думаю, что мой бизнес, наверное, помогает не только самозанятым, но и, в принципе... Название такое, да. Не мой самозанятый бизнес, а просто бизнес. Да, да, да. А можно небольшой такой итог подвести на вопрос все-таки, чем привлекательен этот режим? То есть, уже многое сказали, о многом мы говорили год назад, мы до сих пор считаем, что привлекательность не надо зачастую регистрироваться предпринимателем, там, за редким исключением. Не нужно сдавать отчетность, сделать все это можно дистанционно через мой налог, не нужно уплачивать фиксированные взносы фонды, в первую очередь ПФР, это у нас основная сумма. Уплата твоих налоговых платежей не зависит ровно от того дохода, который ты получил. То есть, если ты не работаешь, тебе не нужно ни сниматься с учет, как самозанятый, ничего. То есть, нет дохода, не платишь. Есть доход, платишь. А вот то, что показывает и прошлый год, и уже этот год, это еще появилась поддержка со стороны государства, региона, может быть, даже муниципалитетов, в виде субсидий, различной консультационной помощи, некой образовательной, я так понимаю, помощи. Наверное, вот это очень важно. Елена, ну вот расскажи теперь о себе вообще. Вы до того, как стать самозанятой, чем занимаетесь? Я более 15 лет возглавляла крупнейшей рекламной компанией Твери. Это Ростверь. И последнее мое место работы это Доджер. Была там заместителем директора по развитию. Но всегда была идея что-то свое. У нас, я представляю мастерскую подарков Крафт, которую я создала осенью прошлого года. Часто просто замечала, что у людей, мы работаем как с физическими лицами от одной штукки, так и уже с корпорациями. Корпорациями? Да, мы подписали договор с Леруа Мерлен, Глобус, Русский свет и сеть ювелирных магазинов Родзолота. То есть не за большой срок, но у меня был достаточно большой опыт управления, поэтому удалось все просчитать, наладить стратегию по развитию. Ну и в принципе мы довольны результатами, которые вышли, и мы относимся к разряду именно тех, кто производит. То есть так как я всегда была рядом с производством, это очень тяжело, конечно, у нас в России, но интересно. Вот у нас есть свои станки, мы сами наносим на керамику, это кружки, текстиль у нас есть, футболки, подушки, свитшоты. Работаем также по пошиву изделий, очень много идей по новой линейке, и хочется просто создать более уникальную линейку продуктов, чтобы у человека был достаточно широкий выбор. Также, что касается самого бизнеса, мы пошли дальше, мы придумали упаковку, то есть есть у нас уникальная упаковка, и поэтому у нас получается подарок готовый под ключ. Как я решилась все-таки на это, началась я как раз с консультации в мой бизнес, то есть я пришла и узнала, как стать самозанятым. Все там совершенно бесплатно, все достаточно... Извините, я вас перебью, а как про мой бизнес узнали? А это вообще, ну, наверное, звезды сошлись, потому что просто ссылку мне прислала знакомая, зная, что я ушла с работы, да, и нахожусь в моменте принятия решения, быть или не быть. Она прислала мне ссылку, что конкурс проектов, и у них была запущена программа «Мама-предприниматель». Можно было подать заявку, я подала, и меня отобрали, по-моему, из 150 проектов в 30, кто будет проходить обучение. Колоссальная поддержка, которую дают, там просто очень сильные спикеры, да, в том числе и из столицы, все на безвозмездной основе, плюс единомышленники, да, то есть туда пришли действительно еще там 30 женщин с идеями там от маникюра, да, и заканчивая теми же заводами. То есть это поддержка, мотивация, знания, очень много они дают, да, к моменту прохождения курса после консультации я уже оформилась как самозанятый. Какие плюсы еще могу отметить, которые были не названы, так как многие бизнесы ушли в онлайн в период пандемии, многие люди боятся переводить кому-то деньги, да, здесь увеличивается лояльность клиента в том, что ты предоставляешь чек. То есть человек тебе переводит деньги, да, ты выставляешь ему чек, где прописано, за что он оплатил, что очень удобно, да, и человек не боится. Вот, плюс по работе с организациями также самозанятый может выставлять документы, да, без печати, поэтому можно сделать счет, можно сделать там акт, товарную накладную, поэтому это дает возможность самозанятым работать не только с визлицами, но еще и с организациями, что дает возможность развиваться определенно. А вот поясните все-таки, вот вы говорите, мы делаем, то есть, как у нас сегодня все, самозанятые, это один человек, который... Один, у нас бизнес семейный, то есть мне помогает дочь с точки зрения Инстаграм, с точки зрения развития, да, но понятно, что она у меня нетрудоустроена, как раз у меня вот будет там следующий вопрос, то есть сейчас фактически я изготавливаю все сама, то есть я общаюсь с клиентом, я делаю продукцию. Да, 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 мы открыли офис в Рубине, да, сначала я была надомником, потом это достигло такой, такого момента, что не склад в доме, а дом в складе, да, поэтому стало как бы очень удобно, плюс нужно место все равно, куда может человек прийти, посмотреть, да, образцы и так далее, вот, и приобрели офис, вот, и в связи с этим вопрос, так как мы расширяемся, да, и достаточно на большой объем у нас стал и одной справляться тяжело, к примеру, если говорить о том же дизайнере, то есть можно ли работать по договору подряда, если на перспективу рассматривать, что у нас будет дизайнер, и как вообще вот организовать какие-то отношения, если вдруг у меня там, да, будет принято решение, что я хочу там на производство производственника, вот, там, дизайнера или еще кого-то, то есть я должна буду переходить на ИП, или можно как-то это... Ну, договорились. Нет, ну, я просто говорю, это же вопрос, например, от первого лица, да, то есть у многих станут такие вопросы. Нет, ну, получается, что из того, что вы сейчас сказали, вам потребуется на постоянной основе определенное выполнение функций, которые больше подходят под трудовые отношения, на мой взгляд. Учитывая, что вы достаточно серьезно развиваетесь, раз вы уже не надомник, как вы сказали, а арендуете офис, наверное, у вас и доход в скором времени там превысит 2 миллиона 400. Это, надеемся. Да, это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, это лишит возможности применять этот режим, и тогда вы встанете перед выбором. То есть вам нужно будет либо регистрироваться в качестве ИП и выбирать какой-то специальный науговый режим. Ну, сейчас, наверное, наиболее такой выгодный и простой с точки зрения администрирования и с точки зрения его использования наукоплательщикам – это патент. То есть нет отчетности, приобрел патент и работаешь. Тем более с этого года у нас появилась возможность уменьшать сумму патента на страховые сносы. То есть, а так в текущем режиме, получается, самозанятый не может, к примеру, работать по договору, к примеру, с тем же дизайнером. То есть дизайнер – это же физлицо, который тоже, ну, к примеру, может на аутсорте сидеть дома. Это ему тоже стать самозанятым. А, самозанятый? Если вы пока не будете, 2,400 превышает. То есть, в принципе, может самозанятый самозанятым, да, оформлять. Правильно я понимаю? Но, смотрите, то есть еще раз, здесь очень тонкая грань. Если эти взаимоотношения могут быть квалифицированы как трудовые отношения, то есть это не разово там в месяц вы чего-то там, или разово там в год что-то заказали, да, то есть это на постоянной основе. Вам поступает заказ, и там в части выполнения этого заказа вы привлекаете другого человека, пусть и из состава семьи, да. Но, по сути, это уже некие трудовые отношения. Тогда индивидуальный предприниматель и патент, да, наверное, сам. Это интересная мысль. Пожалуйста, я думаю, мой бизнес вместе с моими коллегами проконсультируем, да. И второй вопрос, можно? Можно. Изучала просто информацию, да, и не нашла однозначного ответа с точки зрения стажа. Пока я являюсь самозанятым, трудовой стаж прекращается или он продолжает идти, если я являюсь как бы налогоплательщиком? Смотрите, значит, что касается взносов фонда, да, что непосредственно связано с трудовым стажем. У вас нет обязательной уплаты страховых взносов в пенсионный фонд, поэтому обязательного пенсионного страхования, как бы, вы не участвуете в этой системе, но вы можете участвовать в ней добровольно. Это уже непосредственно взаимодействие с пенсионным фондом, подписываете соглашение и уплачиваете, так понимаю, страховые взносы в том размере, в котором предусматривается на год, вот фиксированные части. Что касается медицинского страхования, то поскольку часть уплаченного налога расщепляется дальше в фонд медицинского страхования, то вы, по сути, находитесь под защитой в рамках медицинского страхования. Что касается пенсионного, то да. Спасибо. А вот еще у нас в последнее время стали часто возникать вопросы у самозанятых. Это в части выплат пособий по беременности родом для самозанятых. Вот подобное. То есть, когда женщина работает самозанятой, у нее ребенок. Да. И, соответственно, учитывается ли это как-то, идет ли выплаты в этом случае. Данный вопрос сейчас встал на повестке дня правительства, поскольку физические лица не могут осуществлять отчисления в фонд социального страхования. И данная нормативная база, скорее всего, в ближайшее время будет изменена в целью социальной защиты данной категории граждан. Рассчитываем, что изменится ситуация, и никто из молодых мам, скажем так, не пострадает. Не будет ущемлен, да. Не будет ущемлен. Ну, женщины, ведь правда, внук среди самозанятых, внук, полно знакомых, которые что-то делают. Кажется, порядка 70% точно. Да, мне даже кажется, значительная доля. И сам режим он как раз не запрещает. Даже человеку, который находится в трудовых отношениях, грубо говоря, с каким-то предприятием, но на время декрета печет пироги, он может в отношении вот этого хобби-дополнительного дохода применять этот специальный налоговый режим. Поэтому, да, проблема есть. Я думаю, когда будет выработано решение, какое-то мнение официальное, мы его, соответственно, доведем и дополнительно через вас, в том числе, до наших уважаемых слушателей. Александр, а верно я понимаю, что по всем вопросам нужно обращаться, в первую очередь, в налоговую ценозанятую? Ну, если это касается именно непосредственно налогового отношения. Да, конечно, не идея бизнеса, как вот к Владимиру, а именно с точки зрения налогового. Это все к вам. На самом деле, можно в центр мой бизнес обратиться. Не только за бизнес-идеями, но и за теми вопросами, которые возникают в ходе уже реализации бизнес-идеи. Мы с удовольствием, мы всегда отвечаем на те вопросы, которые к нам поступают. Ну и, в принципе, поскольку есть достаточно уже большая практика применения этого закона, на сайте Федеральной налоговой службы есть специальный раздел, посвященный самозанятым, где, в том числе, даются ответы на наиболее популярные вопросы. Поэтому, если мы говорим, в принципе, о том, что человек не знает, что это за режим, то можно обратиться, в первую очередь, к этому сервису. Если остаются какие-то вопросы, если не нашел ответ в этом сервисе, то можно обратиться и к нам. У нас есть бесплатный контактный телефон на Единой по всей Российской Федерации 8 800 222 2222, очень простой. Плюс телефоны нашего управления, инспекции, которые есть на сайте, и по ним человек может позвонить, и мы проконсультируем по всем вопросам, связанным с этим ли режимом или, в принципе, с нового обложения. — А кто все-таки не может стать самозанятым? Есть же такая категорная гражданка? — Ну, возвращаемся к условиям применения этого режима. Не может стать, у кого есть наемные работники, в первую очередь, не может стать тот, кто работает по трудовому договору именно в отношении дохода, получаемого по этому трудовому договору. — То есть? — То есть работаешь на предприятии в рамках трудовых отношений, трудовый работник, поэтому... — Слесарь на вагонзаводе? — Да. — И вдруг он захотел, бил станочек, и захотел тоже на заказ что-нибудь вытачивать? — Тогда будет проверяться взаимоотношение с этим работодателем. То есть есть жесткое правило, что в течение двух лет в отношении своего бывшего работодателя, то есть даже если ты уволишься, ты не можешь применять этот налоговый режим по доходам, которые ты будешь получать от него. Это направлено на недопущение незаконной налоговой оптимизации, когда мы берем всех своих сотрудников, выводим за штат, делаем их самозанятыми, а по сути сохраняются трудовые отношения. — Пусть он, типа, дома точит оси для вагонов. — Да. — Хорошо. А по каким вопросам все-таки чаще всего обращаются штуком? Он в том, что, соответственно, аппарат полномочного по праву предпринимателя. — Ну, судя по... Когда я говорю про простоту, вопрос регистрации людей не волнует особенно, потому что мой налог скачал, и там, в принципе, все понятно. — То есть это просто? — Если вопрос о налогообложении, это, конечно, управление Федеральной налоговой службы, если интересует поддержка, то это мой бизнес, как одно окно. А если проблемы, если требуется защита, да, то это к нам аппарат уполномочного, и мы взаимодействуем со всеми федеральными, региональными властными структурами. Среди новых обращений, может быть, этого года я бы отметил такое, когда заказчики, которые привлекают самозанятых, просят, чтобы они сразу заплатили налог. И некоторых самозанятых это ставит, ну, вызывает вопрос. — Почему? Потому что программа же сама списывает, по сути, да? — Да. — Исчисляет налог. — О чем мы говорим? — Раз дохода. Ну, в этой связи здесь есть тоже понимание, есть, скажем, обратная связь. Ну, нужно заказчику, видимо, отчитаться, что он потратил деньги не куда-то, а это действительно живой человек, он оказал услуги, там, не знаю, курьерские, газеты раздал, еще что-то. — На самом деле, странное пожелание, потому что, как уже говорили в этом эфире, по каждой операции выдается чек, соответственно, он является подтверждением, в том числе для заказчика, например, юридического лица, что затраты понесены. Он, кстати, если на общем режиме налоговожения, либо упрощенка дохода минус расхода, на основании этого чека может принять к учету, к налоговому учету эти расходы. Ну, в принципе, удается в рабочем порядке к чеку именно обосновать и каким образом. — Тем более удается ссылкой, да, то есть это на базе платформы, не так, что ты просто так прислал, а именно выводят на программу, показывая, что все это в базе, все чисто. — Мне вот показывают, что у нас в базе телефонный звонок. — Здравствуйте, слушаю вас. — Здравствуйте. У меня вопрос такой. Был я раньше ИП, ну, как бы ИП и сейчас осталось, но режим налогообложения перевел на самозанятого. Я работаю в такси. Вот. И вопрос такой, надо ли мне заново подавать, ой, как раньше, подавать декларации, вот как, ну, как ИП? — Есть вопрос? Такси есть самозанятые. — А, или можете спросить, как это они на уточняющие. — То есть вы сейчас на режиме самозанятого, правильно? — Да, у меня ИП, но я на режиме самозанятого. — Ну, то есть, смотрите, то, что у вас есть статус ИП, не означает, что вы не можете быть самозанятыми. Есть самозанятые, это от обратного. Может, гражданин, не приобретая статус ИП, быть самозанятым. Поэтому это вам не мешает применять этот режим. Соответственно, применяя этот режим, от доходов, которые вы получаете в рамках этого режима, вы не подаете никакую отчетность, налоги считаются налоговым органом самостоятельно, вы только уплачиваете раз в месяц. — Так, а по обязательным платежам, по ИП, они у меня уже исчезают или так же остаются, как и раньше? — Обязательные платежи вы имеете в виду какие? Взносы в фонды? — Да. — Фиксированный платеж? Нет, самозанятые у нас обязательно, на обязательной основе эти платежи не платят. Если хотите, вы можете с пенсионным фондом вступить в добровольные отношения по уплате страховых взносов. — Все, отлично, все, спасибо большое. — Вам спасибо за звонок, мы ждем новые звонки, дорогие телезрители, видите, вот уникальные возможности, сам Александр Белевш вам все лично рассказал, так что звоните, пожалуйста. Ну что ж, скажите, в целом вообще, вот все взаимодействие сейчас идет с налоговым посредством онлайн, да? Все ушло с нас виртуалку, что называется? — Ну, не до конца еще, но я думаю, это наше будущее, практически все уйдет онлайн. — Ну, вот что вы можете сказать, как руководитель управления, просто? — Просто приложением пользоваться? — Приложением, да. На примере отдельных знакомых самозанятых пробовали зарегистрироваться и сформировать чек. Все достаточно просто. И, в принципе, само приложение и сам режим, как нам объясняли в службе, и проектировался на основе мнений людей, которые бы с ним могли работать. И дальше, кстати, продолжает модифицироваться мобильное приложение, как раз на основании тех отзывов пользователей, которые там оставляют, соответственно, я так понимаю, в Google Play или App Store. И рассказывают, что было бы удобнее. То есть служба не останавливается, она совершенствует это мобильное приложение. Цель клиента — ориентированный подход к пользователям, то есть к налогоплательщикам. Вот как им удобнее, но с учетом, безусловно, задач, которые стоят перед службой, то есть администрирование в этой части. Ну а все, что можно сделать в пользу платильщиков, я думаю, будет реализовано. Юлия, а вот что можно сказать, тоже удобно, через приложение? Да, через приложение, и отзывы оставляю крайне редко. Так, приложение, оно как бы очень простое, то есть достаточно легко разобраться, и как бы делая даже заявку, то есть потом можно просто прийти там в Сбербанк, уже по заявке ранее созданной, получить эту карту, если она вдруг необходима. А так, чек позволяет создать и несколько строк с разными суммами, разный товар, то есть в принципе, ну различный вид услуг, поэтому все очень удобно. А, Петь, что у Ваших коллеги самозанятые? Ну, все довольны, да, потому что, да, и чем довольны? То, что не надо как бы следить, у тебя есть там уведомление, все это автоматически считается с учетом вот тех 10 тысяч, о которых говорили, да, списывается у тебя бонус, а так все автоматически считается, программа тебе сообщает за два дня, что такого-то числа будет списан налог, можно подключить автоплатеж и в принципе забыть об этом, да, и чтобы у тебя только были деньги на счету. То есть все это автоматически списывается, налог уходит, и приходит просто уведомление, что налог уплачен. Ну, как говорится, да, заплати налоги и спи спокойно. Очень удобно и прям... Очень приятно. Очень облегчает. А мне можно какую-то аналитику использовать, которая дает приложение? Вот, честно говоря, недавно обнаружила, что возможно, да, вообще посмотреть количество, общее выставленное количество счетов физлицам, юридическим лицам. Очень приятно, когда все это выяснилось на одной сумме за весь период. Вот, то есть я недавно для себя открыла, что там, да, есть еще аналитика, и можно еще смотреть финансовые данные, в том числе по периоду. Какие-то справки заказывали? Да, я делала выписку, меня просили о том, что я самозанятая, да, вот по вопросу о требованиях заказчиках. То есть единственное, что у меня было, это попросили выписку, тоже это делается в программе, и тут же приходят уведомления, то есть не надо ждать, бежать в банк. То есть очень удобно я предоставила заказчику выписку, что с такого числа я зарегистрировал, ну, или с платильщиком налогов. В общем, все равно, ну, как бы, да, как говорили, что это не совсем предприниматель. Все-таки, наверное, уже у нас в регионе это предприниматель, потому что, ну, на самом деле, это хорошая возможность. Тем, кто начинает и не готов вот сразу, да, сейчас ИП, потому что все-таки те же финансовые платежи, да, но все равно же есть риск, да, пойдет, не пойдет. Это страшновато, да. По статистике там, видите, как там нас все время, с 90-х годов пугали, что в Америке и так далее, большая бизнеса разоряется на самом деле, ну, закрывается, потому что, ну, это нормально, поэтому понятно, страшно. Да, форма самозанятого действительно дает прям возможности, поддержку и шаг попробовать и реализовать свою мечту, чем очень многие достаточно успешно пользуются. За что спасибо. Я бы тоже попробовал, но есть ограничения и нет объекта, который можно сдать. Могу подтвердить, да, обратная связь, которая к нам поступает, центр мой бизнес, сугубо положительная, никто не жаловался еще на приложение, на то, что где-то сбоит, где-то что-то неудобно, то есть все просто, нативно понятно и удобно в использовании. Мне как раз очень приятно слышно, что у меня тут не так давно тоже у нас был разговор про приложение вообще госуслуги, вот тут как раз наоборот, жалоб полно было. Возможно, большой портал, да, и отсутствие там технической поддержки. А знаете, как поступить, если доход ваш превысит 2 миллиона? Мне тоже, кстати, я хотел спросить, а что произойдет в ту ночь, когда доход встанет, записаться к вам до приема? Нет, записываться не надо. Соответственно, в законе прописан весь алгоритм, он достаточно простой. Ну, насколько я понимаю, у вас сейчас нет статуса индивидуального предпринимателя. Пока нет, да? Вам его нужно будет получить в течение 20 дней с момента, как доход превысит. Потому что когда доход превысит, функционал мобильного приложения будет частично ограничен. Все, что произошло до, вы можете пользоваться аналитикой и облагаться будет весь доход, полученный до превышения предела, так как у самозанятых. А вот все, что свыше, это уже будут другие правила. Поэтому в течение 20 дней нужно будет зарегистрироваться в качестве ИП. Это можно сделать дистанционно, без пошлины. Кстати, если дистанционно происходит регистрация. И выбрать в течение этих же 20 дней тот налоговый режим, который вам подходит. В основном это у нас патент сейчас, ну, в крайнем случае, упрощенка. Упрощенка. Все консультации, что, я думаю, мой бизнес, что, Антон Владимирович, что мы можем дать. И оформление патента сколько по времени занимает? По патенту нужно за 10 дней до начала деятельности заявление направить. То есть, по сути, как понимаете, что скоро будет превышен, можно уже к этому подготовиться, проконсультироваться, направить заявление, как только сразу превысит. И там в течение, по-моему, 5 дней мы рассматриваем и подтверждаем. Оформление патента дает то, что мы минуем вот эти вот платежи, которые вы говорите, да? Нет, нет. Чем выгоднее оформление патента, допустим? Патент, чем упрощенка, нет отчетности. Да, просто отчетность. Нет отчетности. Вы просто покупаете патент. Но платежи остаются у нас. Платежи возникают, в любом случае у индивидуального предпринимателя, возникают фиксированные платежи во все фонды. Порядка 40 тысяч в год, которые могут платиться равномерно в течение года, и они, кстати, будут уменьшать стоимость патента. То есть то, что вы платили в пользу фондов, на эту сумму потом будет пересчитана стоимость патента. Ну и ставки, виды деятельности, которые приняты были в начале этого года, возможности расширены с точки зрения ведения бизнеса на патенте, можно выбирать. Ну и размер потенциального дохода тоже здесь сбалансировано сейчас. То есть практически патент заменил собой эту систему, как минимум... Поэтому рекомендуем вам и всем нашим слушателям, кто видит, что бизнес самозанятого хорошо развивается, и действительно в скором времени будет превышение в течение календарного года 2 миллионов 400, потому что с Нового года все обнулится, то есть и можно дальше набирать эту сумму. Кстати, можно вернуться и снова на режим самозанятого. А нам сейчас можно снова принять телефонный звонок. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос. У меня ИП работает уже давно несколько лет. Два варианта деятельности – магазин розничной торговли и кабинет косметологии. Оба на патенте, на патентной системе налогообложения. Могу ли я сейчас, оставляя магазин на патенте, кабинет косметологии перевести в статус самозанятого? Для упрощения отчетности и для упрощения налоговая. Скажите, а получается, у вас тогда будет совмещение двух режимов? Просто режим самозанятого нельзя совмещать с другим режимом. Вот я поэтому удивилась, услышала, вы молодому человеку сказали, что ИП не подразумевает отсутствие самозанятости. Поэтому и вызван вопрос. Вопрос в другом, что можно иметь статус индивидуального предпринимателя, как, например, у вас, и при этом быть самозанятым. Одно другому не мешает. Но вопрос, что если у вас два бизнеса, один – это розничная торговля, а розничная торговля точно не может быть на режиме самозанятого, потому что режим самозанятого – это торговля своим произведенным товаром, осуществление самим работ, выполнение... Да, я понимаю, конечно. Поэтому в таком случае у вас только часть вашей деятельности будет, скажем так. Я поняла. Осуществляться самостоятельно, да, остальное – это розничная торговля. Поэтому совмещение двух режимов именно самозанятого с другим режимом невозможно. Я поняла. Спасибо. Видите, как люди, многостановщики, и торговлю при этом еще то ли ногти пили, то ли стригут кого-то от нас. Я бы предложил, поскольку встречаюсь с предпринимателями в районах, там, в Бельском районе было, в Беженском, возникают вопросы, и связанные с тем, какие меры поддержки есть. Ну, действительно, с учетом пандемии не было возможности, скажем так, снова посещать, может быть, муниципальное образование. Каким-то коллегам в формате вебинаров еще раз для тех, кто думает сейчас, смотрит программу и хочет зарегистрироваться, да, тоже стать плательщиком налогонопрессиональный доход, мы там готовы юридические вопросы взять для себя, если там это необходимо, поскольку в других регионах, кстати, и в центрах мой бизнес, общественные приемные полномоченных оказывают юридические услуги. А в плане поддержки, в плане режима, и этого, и других специальных режимов вопросы возникают, может быть, с учетом обстановки, ограничений, какую-то еще серию, понятно, что много проводится, еще раз разжевать, чтобы этих вопросов становилось меньше, а самозанятых больше. Я здесь Антон Мыселев, Антон Владимирович Розовью. Скажу, что сейчас у нас планируется центр мой бизнес поездки по районам с целью информирования о тех мерах поддержки, которые оказывает государство, а также с ответами на те возникающие вопросы, которые будут у тех или иных предпринимателей или лиц, которые хотят заняться предпринимательской деятельностью. Мы уходим на рекламу, три минуты, после чего мы подведем итоги программы. Мы снова в прямом эфире программы «Тема дня». Мы сегодня говорим о самозанятых. Год назад в Тверской области тоже появилась возможность у людей, которые занимаются тем или иным бизнесом в одно лицо, без всяких привлеченных людей. По исключению, конечно, как мы услышали, вот дочку можно, поэтому двоих побольше детей, будет у вас много работников, но они не будут считаться основными работниками. А у меня пока с нас телефонный звонок. Слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте. Погромче, пожалуйста. Алло, да, слышишь меня? Случаю вас. Смотрите, я самозанятый, но вот для развития моего самозанятости не хватает денежных средств. Есть ли вообще какие-то программы в плане того, чтобы чем-то мне помочь, заемными какими-то средствами? Да, есть. Спасибо. Я отвечу. Фонд содействия кредитования, который располагается на площадке «Мой бизнес», есть специальная программа заем для самозанятых. Он представляется на льготных условиях, там ставка от 8,2%, то есть сумма до 500 тысяч рублей, приходите. Обеспечение есть? По залогам, там, по-моему, очень льготные условия к обеспечению залоговым, то есть его даже нет, поэтому приходите, обращайтесь, можете позвонить по 8 800 200 ровно 11 69 на телефон горячей линии центра «Мой бизнес», у вас соединят с специалистом, который вам даст исчерпывающую консультацию. Ну, и система социального контракта, я думаю, будет развиваться для тех, кто в сельском хозяйстве, в других направлениях работает, я знаю, что «Мой бизнес» тоже над этим работает, и дополнительные возможности по линии, ну, помните, занятости труда, много критиковали по 8 800, эту историю, да, а вот, ну, скажем так, программы, которые замещают меры поддержки, плюс к тем 500 тысячам, они, мне кажется, способствуют тому, чтобы крепко на ногах – Уже выдавали займы? – Да, да, уже у нас есть. – То есть, не просто говорим, а это реально работает? – Это не просто слова, действительно, есть уже успешно, кто получил их, кто доволен, собственно говоря, приходите, приходите, звоните, всегда рады проконсультировать и выдать займы, если… – Друзья, у нас осталось 2,5 минуты, даже меньше, вот, подводя итог, на ваш взгляд, вот, достигнута цель, вот, введение, понятно, промежуточно тоже, режим будет дальше работать, вот, ну, пусть говорят, – Вы довольны все, как те, кто администрирует, так – те, кто использует, кто помогает, консультирует? – Ну, вот, опираясь на те цифры, которые мы уже озвучили, можно говорить о успешности этого проекта, то есть, мы видим, что люди верят, я напомню, что этот режим не изменен и не может ухудшаться для тех, кто в него поверил, для наших налогоплательщиков на протяжении 10 лет, то есть, с 1 января 2019 по конец 2028 года. То есть, не уменьшится вот этот предельный размер выручки 2,4 миллиона, то есть, он может только вырасти, если будет принято соответствующее решение этого, улучшит положение, да, самозанятых, которые будут развиваться и получать больше дохода, и не увеличится размеры ставок. То есть, 4,6 процентов, которые сейчас действуют, они не могут вырасти до конца действия этого режима, этого пилота, то есть, 28-го года. Среди целей? Достаточно длительный период, как неизменности условий их в плане того, что они не могут ухудшиться, да. Ну и вот, как показывает практика, удобство его использования и плюс дополнительные гарантии, то есть, мы говорим сейчас о том, что этот режим приобретает не только налоговые какие-то плюсы, да, скажем так, а еще и дополнительные меры поддержки. Безусловно, наверное, существуют еще какие-то шероховатости вот в виде того вопроса, который мы сегодня обсуждали по беременным, да, я думаю, что они все будут решаться, когда этого решались предыдущие там вопросы, как получать там справку, подтверждать статус. Напомню, в том году, в период пандемии, у нас же была оказана мера поддержки, когда вернули весь налог, который оплатили самозанятые, я думаю, тоже сыграло существенную роль, люди поняли, что этот режим важен для государства и они не остаются, как бы, без поддержки, когда помогали малому и среднему бизнесу, да, вспомнили, что есть самозанятые, которые тоже, по сути, очень-очень маленький бизнес, да. У них был еще дополнительный налоговый бонус, да, придастся в размере на умрота, плюс к тем 10 тысячам, которые представлялись ранее. Ну что ж, хорошо тогда наш эфир подошел к концу, была программа «Тема дня», мы говорили сегодня о самозанятых годах, как у нас в Тверской области уже можно зарегистрироваться. Вот, как вы слышали, в принципе, все довольны, если у вас какие-то есть вопросы, то, как вот вы опять-таки слышали, у нас есть целый ряд структур, которые могут вам помочь, разъедините, это налоговая, аппарат полномочного по защите прав предпринимателей или центр «Мой бизнес» на проспекте Победы, так что вот сразу три организации, к которым можно либо прийти, либо зайти на сайт и все вам расскажут, подскажут, помогут. Так что удачи вашему бизнесу, процветания. Спасибо большое, уважаемые гости, до новых встречи. Спасибо. До свидания.